Если президент наденет на официальную встречу фиолетовый костюм, он будет смотреться нелепо. В наши дни мужские костюмы первых лиц чаще всего серых и темно-синих оттенков. А вот, скажем, 2-3 тысячи лет назад первым цветом царей являлся именно пурпурный. В одеянии еврейского первосвященника также использовалась ткань, в которой обязательно присутствовал пурпур. Да и по тексту Библии то тут, то там мы встречаем упоминания о пурпурном цвете. И всегда он был в топе самых дорогих цветов древности. В книге Есфирь сказано, что Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета. И в большом золотом венце, и в мантии, в вессонной и пурпуровой. К слову сказать, в писании под пурпурным цветом также подразумевается то, что мы встречаем под наименованием Багряница. Так в книге Даниила царь Валтасар обещал тому, кто прочтет и разъяснит таинственные письмена на стене дворца, тот будет облечен в Багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Наряду с пурпуром Багряница обозначает в Библии цвет дорогостоящих тканей и одежд. Помните, Багряницей торговала Лидия, с которой апостол Павел познакомился в Филиппах во время своего второго миссионерского путешествия. Причем слово Багряница, примененное в этом месте, присутствует только в синодальном переводе. В англоязычном тексте это пурпур, а в древнегреческом это порфира. К слову о порфире. Притча Христа о богаче и Лазаре начинается словами. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон. Под порфирой подразумевается либо краситель пурпурного цвета, либо ткань, выкрашенная в этот цвет. Порфира или багряница это одежда царей. Только они или очень богатые люди могли себе ее позволить. Вот собственно почему цари носили пурпурную одежду. Пурпур был символом высочайшего положения и власти. Это обстоятельство еще более усиливало тягость оскорбления и насмешки над Христом, когда перед казнью на него надели багряницу. По правде говоря, пурпурным цветом в ту эпоху называли не только то, что мы сегодня называем фиолетовым. Пурпурный цвет имел несколько оттенков, начиная от красного и заканчивая темным индиго. По всей территории Израиля было множество красилин, где ткани в основном окрашивались в голубой цвет, более известный как тхелет, о котором я рассказывал в сюжете, зачем нужен тфелин и цицит. Евреи вообще были мастерами красильного дела, и они обладали действительно продвинутой технологией. И голубой, и пурпурный цвет добывался из секрета хищных моллюсков семейства Мурикс, но о деталях производства чуть позже. Этот кусочек ткани с элементом синего красителя был найден в Массаде. Предположительно, это фрагмент одеяния священника. Находка датируется первым столетием до нашей эры, но это не единственная находка. На фото фрагмент шерстяной ткани, найденный там же. Этот кусок ткани датируется началом первого тысячелетия, плюс-минус 50 лет. Но этот артефакт сущий пустяк по сравнению с тем, что нашли археологи в этом году. В израильской долине Тимна они обнаружили уцелевшие волокна шерсти, окрашенные в королевский пурпур. Находка датируется тысячным годом до нашей эры, временем библейских монархий Давида и Соломона в Иерусалиме. Это первое прямое свидетельство того, что ткань окрашивалась пигментом древности. При этом цвет за столько веков не потускнел. Стойкость античного красителя поражает. В наши дни, например, после первой же стирки с джинс жутким образом стекает краска. И это с нашим-то техническим прогрессом. В 2017 году там же, в долине Тимна, в старом медном руднике, археологи обнаружили сотни красивых красных, синих и желтых тканевых фрагментов. Этот текстиль датируется XIII-X веками до нашей эры. А этот один из трех кусков ткани был найден в пещерах в Аде Мураббат, к югу от Кумрана, древнего поселения недалеко от пещер, где были обнаружены свитки Мертвого моря. Три куска ткани, найденные в израильских пещерах, были окрашены в индиго, пурпурный и малиновый, возрастом 2000 лет. По данным управления древности Израиля, в этом пустынном регионе были найдены тысячи кусочков ткани римского периода. Но только два кусочка действительно имели следы ярко окрашенного улиточного красителя, что делает новое открытие еще более примечательным. Вопрос приближения античного пурпура к современным цветам крайне затруднителен, так как пурпурная краска имела целую палитру цветов и оттенков, которые людьми древности идентифицировались как пурпурный цвет, начиная от ярко-красного и заканчивая темно-фиолетовым. Все эти цвета и оттенки назывались пурпуром. Эта фотография сделана в Венском музее естественной истории, в котором мне некогда посчастливилось побывать. Чем темнее был цвет, тем выше он ценился на рынке красителей. Идеальный цвет – цвет запекшейся крови. Местом производства лучших пурпурных красителей являлась финикия. Чудовищная дороговизна тканей этого цвета обуславливалась тяжелейшим способом производства краски, сырьем для которой являлся слизистый секрет железы одного из нескольких видов хищных морских улиток. Улитка также выделяла это вещество, когда на нее нападали хищники или физически воздействовали люди, например, ткнули. Следовательно, краситель можно было собрать либо путем доения улиток, что более трудоемко, но являлось возобновляемым ресурсом, либо путем сбора разрушительного дробления улиток. Некоторые исследователи отмечают, что из 12 тысяч улиток Morix brandaris получалось не более полутора грамма чистого красителя, которого было достаточно, чтобы окрасить только край одного предмета одежды. После извлечения секрета из улиток добытую слизь добавляли соль и оставляли на три дня настаиваться. Затем смесь доводили до кипения в сосудах из олова. Примерно на десятый день, как правило, все содержимое котла находилось в жидком состоянии, в которое для испытания погружали шерсть до тех пор, пока не было обнаружено, что цвет удовлетворяет пожеланиям заказчика. Ткань, склонная к красному, считалась более низкой, чем ткань черноватого оттенка. Шерсть оставляли в замачивании на пять часов, а затем после прочесывания снова бросали в чан, пока она полностью не впитывала цвет. При этом пурпурный цвет ткань приобретала только после воздействия на нее солнечного света. Археологические данные из Тира доказывают, что улиток собирали в большие чаны и оставляли разлагаться. Это производило ужасное зловоние, о котором действительно упоминали древние авторы. Американский археолог и антрополог Зелли Анатол в своих трудах отмечала, что ткань, окрашенная муриксом, имеет неприятный, сильный рыбный запах, который кажется таким же стойким, как и сам цвет. В древнеегипетском папирусе Анастасий-1 из Британского музея написано «Руки красильщика воняют тухлой рыбой». Этот запах был настолько распространен, что Талмуд специально предоставил женщинам право развестись с любым мужем, который стал красильщиком после замужества. Кроме того, некоторые оттенки пурпура, например, красные, производились также из сока мелкого жесткокрылого насекомого под названием кашинель, обитающего на каменном дубе. С помощью этого насекомого ткань окрашивалась в 7 веке до н.э. вплоть до наших дней. В 20 веке с развитием производства синтетических красителей разведение кашинели резко сократилось. Краска добывалась путем умершления самок насекомого в уксусной кислоте либо от воздействия высокой температуры. Какие цвета в одежде ценили больше всего цари и богачи античности, мы уже поняли. Ну а какие наиболее значимые цвета в глазах Бога? Кто-то скажет голубой, так как талит и цицит должны были содержать именно этот цвет. Кто-то скажет красный, так как этот цвет крови жертвы за грех. На мой взгляд, самый абсолютный цвет в глазах Господа белый, так как этот цвет символизирует абсолютную святость и чистоту, в противовес всем остальным цветам. Белый значит чистый, непорочный. Не потому ли невесты сегодня наряжаются исключительно в белое платье? Однако чистота внешняя должна отражать чистоту внутреннюю. Но так ли сегодня? Не всегда. Апостол Павел на суде назвал первосвященника Ананию стеной побеленной. То есть Анания, который приказал бить Павла, лишь внешне казался святым. Но эта святость была искусственной. В противовес этому примеру вспомните, как на горе преображения одежды Христа стали блистающими весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Мы можем казаться окружающим белыми, но между казаться и быть есть огромная разница. Лукавое многообразие цветов – норма этого мира. В духовном мире есть только два цвета – черный и белый, безо всяких промежуточных оттенков. Но вот дело в том, что нас никто не одевает. Одежду себе мы всегда выбираем сами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok